Мофсер, ты в своих поединках в UFC удивил публику и даже комментаторов Дэниеля Кормье своей способностью выживать в удушающих захватах. Особенно это было видно в последнем поединке против мастера гильотины Ник Ленца. Ты можешь объяснить, как тебе удавалось все время спасаться в этих ситуациях? Да, я бы не назвал это спасением. Это обычное дело. Меня на тренировке часто душат. Это связано с тем, что у меня длинная шея и очень легко ложится рука. С каждой тренировкой изо дня в день, из года в год просто натренировал шею и чувствую себя комфортно в любых позициях, где я отдаю шею. Там другое дело, если пятку скрутили или рычаг локтя, там уже опасно, потому что можно сломать руку и ты не до конца защищаешься. Потому что на тренировке сломать руку это равносильнее, не знаю, полгода потерять. А заснуть это не так страшно. Ты через 5 секунд уже просыпаешься и можешь продолжить тренировки с новыми силами. И потихоньку нарабатывается это все. Опыт. И до Ленца. Я за 10 дней только узнал насчет этого боя. И я знал, что он делает этот прием. И единственное, что мы готовили в эти 10 дней, это миллион раз отработали выход из гильотины. Так что я был готов к этому. И наоборот, можно даже сказать, что это было частью плана. Вот он устал, руки забились, и я уже его контролировал. А что происходило в твоей голове во время гильотины в первом раунде? Потому что она все равно была очень плотная. Но это было не так страшно, как, например, с тем же Гранди. Гранди меня тоже в первом раунде плотно сделал захват. И там было чуть-чуть тяжко. Но это не настолько тяжелый захват, чтобы я, не знаю, как-то потерял концентрацию. Или хотел бы проиграть этот бой, постучав посредством того, что я постучу. Мне легче умереть там, чем отдать бой. Ну, весь бой с Ленцом, он, по-моему, 7 раз мне сделал этот прием гильотиной. Все эти 7 раз я чувствовал себя на 100% сконцентрированным. И все контролировал. Я, наоборот, понимал, что с каждым разом он все больше и больше устает. Ну, это было видно в третьем раунде. Вообще бойцы из бывших стран СССР особо не работают на джиу-джитсу, потому что недостаточно базы самбо. Команда Хабиба, например, не очень джиу-джитсу высоко почитает. Ты насколько плотно работаешь на джиу-джитсу? И на какой бы пояс ты сейчас оценил свои навыки? Джиу-джитсу у меня, наверное, слабый, потому что я никогда не любил тренироваться в ги. Ну, и мне не надо, зачем мне, потому что в бою я же только в шортах выхожу. А вот над грепплингом я работаю. Ну, я не сказать, что делаю очень много болевых приемов. Даже не знаю, я знаю там несколько приемов, которые у меня получаются. Но в бою я стараюсь просто брать позицию, удобную для того, чтобы добивать. Потому что болевые, если они не проходят, они очень плохо сказываются на продолжении боя. Ну, руки забиваются, а так хотя бы очки можем набрать. И если попытаться сделать болевой, его не получится. Можно позицию потерять. Это иногда бывает чревато глухими последствиями. Мофсор, сейчас в США прилетел Хамзат Чимаек. Правда, он не в Аризоне, а в Вегасе. Вы пересекались, может быть, или как-то созванивались? Как он сейчас вообще? Да нет, мы с ним не на связи. Мы виделись с ним в Абудабе, когда он первый раз дрался. Я тоже там дрался на одном турнире. Его второй бой на одном турнире были. И в Москве там пересекались, когда он грозно прилетал. А так, не сказать, что мы с ним на связи. Когда видимся, общаемся. Ну, как и полагает кавказцам, братьям. А вообще, в бойцовском мире сейчас есть слухи, в какой он форме? Потому что ему удалили недавно щитовидную железу. Это очень серьезная операция. Я не знаю, я не слушаю слухи. Надеюсь, хорошие. Потому что ему предстоит сделать еще много работы. Ты несколько лет назад говорил, что у тебя какие-то такие патологические проблемы со сном. Нарушенный сон. Сейчас эта проблема ушла. Насколько хорошо ты сейчас спишь? Не то, чтобы какие-то проблемы были. Но просто, если там нормальному человеку нужно 7-8 часов сна для нормального отдыха, мне хватает 3-4 часа. Иногда я могу больше поспать, ну, просто валяться. Но зачастую это 3-4 часа. И поздно ложусь, и очень рано поспаюсь. Даже если я лягу там, грубо говоря, в 3 часа ночи, я по-любому проснусь до 7. А на весы гонки еще меньше, потому что чуть-чуть и раздражительно становишься, потому что на деть. То есть среднее время сна у тебя сейчас 3-4 часа где-то? Да-да-да. И днем я никогда практически не сплю. Очень редко. Мусор, а что ты больше всего любишь из восстановления? Массаж, баня, какие-то тепловые процедуры. Что лично для тебя подходит больше всего? Ну, я люблю русскую баню. Это самый такой процесс, который я жду всю тренировочную неделю. С понедельника до субботы жду этот процесс, потому что за всю эту неделю тело успевает достаточно таки хорошо устать, забиться. И баню очень хорошо расслабляет. И вдвойне хорошо, если еще в баню получается пригласить массажиста, который в процессе еще и мышцы разминает. А так, где-то в середине недели стараюсь Крио делать, если позволяет местность. В Америке очень легко, а в России не везде найдешь Крио. Ты как-то рассказывал моим коллегам из Fight Space, что когда тренировался с Хабибом и Исламом Махачевым, они дали тебе очень важные советы по весогонке и восстановлению. Можешь сказать, что именно за советы это были? Это было перед первым моим боем в Питере, первый бой UFC, когда Ислам еще там дрался. Не то чтобы какие-то сверхъестественные советы, просто моральная поддержка. И все равно, когда у тебя силы на исходе, когда ты вес гоняешь, чуть-чуть переживаешь, очень полезно бывает послушать человек, который намного опытнее тебя в этих делах. Тот же Хабиб, Зубейра был, Ислам Махачев. И все ребята поддерживали и помогали как могут. Ты как-то говорил в интервью своему республиканскому телевидению, что когда по греко-римской борьбе ты выступал, ты пять раз сдавался на чемпионате Республики в финале и проигрывал одному и тому же борцу. Мы начали искать, что это за борец. Ты можешь назвать, кому ты проиграл пять раз на чемпионате Республики в финале? К сожалению, сейчас этого парня нет в живых. Его звали Адам Айсигов. Очень хороший и сильный спортсмен. Он и в греко-римской, и в вольной сделал хороший результат. Но ввиду того, что не смог продолжить, наверное, мы его не так ярко услышали. А что с ним случилось, если не секрет? Я бы не хотел об этом говорить. Едем дальше тогда. О греко-римской борьбе. В этом виде борьбы очень красивым приемом считается прогиб. Ни разу не хотел себе по ходу выступления в UFC кого-то прогибнуть запустить? Была возможность хоть раз? Я очень редко даже в борьбе очень редко делал этот прием. Потому что его же надо отрабатывать. А всякий раз, когда я его в зале отрабатывал, мои соперники, оппоненты получали, спарни-партнеры получали травму. И поэтому это не тот прием, который я не любил делать. Больше бедро я делал, потом мельницу. Но все равно в ММА они не такие эффективные, потому что там есть много приемов, которые ты делаешь, и можешь отдать шею или захват ту же спину. В ММА не страшно улететь на бросок. Более опасно отдать позицию. Поэтому я стараюсь исключать такие приемы. Там тот же прием бедро. Перестал его делать на тренировках, потому что часто отдавал спину из-за этого. Больше бедро переключился на проходы в ноги, отсечки, переводы, нырки. Вот такие приемы. Мусор, давай теперь о том, что соперники. Первый раз в UFC ты дерешься с таким очень сильным кикбоксером, тайцем, у которого еще крепкая защита от тейкдауна. В чем ты видишь свое преимущество? Почему? Почему? Первый мой боец, кореец, мне кажется, он намного лучше был в стойке, чем до воду. И в М1 я дрался с хорошими ударниками. Тот же Морозов, Павел Витрук, выдающийся ударник. Я себя очень комфортно чувствую в ударке. Наоборот, именно мой стиль ведения боя, постоянный прессинг не дает им на 100% раскрыться. Так что мы подготовили любой исход, который он может предложить. И с ним, мне кажется, не дрался никто из хороших борцов, чтобы он как-то показал хорошую защиту от тейкдаунов. Единственное, Зубайра его несколько раз повалил, но он не пробовал, он только два раза попробовал и два раза его свалил. А все бойцы, которые с ним дрались в UFC, не делали никаких хороших проходов. И было видно, что они в этом не сильны. Например, тот же Марат Магомедов, сколько раз ему проходил, по-моему, за два раунда, раз в 20 он ему прошел, и тот не мог защищаться. Моцар, Даводу любит бить этот левый хук в печень. Вы планируете этот удар контратаковать или как-то защищаться от него по позиции? Да, я не видел, чтобы ему этот левый хук в печень какие-то дивиденды приносил. Он больше любит кики бить. Ну, мы и киком, и хуком, и любым ударом готовы. Так что я бы не хотел план обсуждать тут. Я надеюсь, вы увидите все мои заготовки, всю работу, которую я проделывал в бою. И, наоборот, вам будет приятнее наслаждаться моментами, которые вам предстоит увидеть. А, Моцар, а ты вообще любишь ловить кики? Любишь ловить кики и переводить? Да, да. Не то чтобы кики. Лоу я обычно ловлю, или делаю специальную защиту, контр, типа перевода. Короче, много чего будет. Мы достаточно хорошо изучили соперника. Вот он в конце боя с Зубайрой достаточно некрасиво себя вел, когда кричал, причем еще с матом, там, давай типа драться, что ты от меня бегаешь. Как ты отнесся к этому поведению? И вот готов ли к таким провокациям? Со мной в бою по-другому будет. Зубайра видимо было, что не готов функционально к этому поединку. И даже при всем при этом он выиграл его только раздельным решением. Мне кажется, если бы у Зубайра был, не знаю, хороший лагерь по функционалке, если бы он дышал получше, то именно в плане ударки, в плане борьбы Зубайра намного лучше. Просто, к сожалению, Зубайра подошел не в самой своей лучшей форме к этому бою. Может, Висагонка сказалась, он, по-моему, не сделал там пару паундов. Висагонка тоже иногда забирает очень много сил, и зачастую бойцы не могут раскрыться из-за того, что весь потенциал выплескали на Висагонке. Хотел о Петре Яне спросить. Ты с ним в Таиланде плотно работал. Как ты думаешь, что делает этого бойца уникальным? Почему он так зрелищно и эффективно дерется? Ну, зрелищность, наверное, заключается в том, что он яркий ударник, мастер спорта по боксу, и делает этого бойца одним из лучших. То, что он один из тех бойцов, которые делают на тренировке 110% работы, не жалеют себя, ну, пахарь просто одним словом. Ты в свободное время любишь смотреть сериалы. Какое сейчас смотришь? По-моему, последний, в которых я содрел, наверное, был. Ну, там аниме. Моим зрителям будет неинтересно название этого сериала. Ты любишь аниме? Последний раз был у меня такой опыт. Один раз, да. Ну, не сказать, что меня это сильно заткнуло. Один сериал, тоже аниме, который мне понравился, это точно не знаю, как на русский правильно перевести. Или лучший мужчина, или самый сильный мужчина. Ну, там, короче, одного пацана, который бьет всех их вся. Хорошие, ну, там, какие-то интересные фразы бывают в процессе. А ты смотришь на русском или на английском с субтитрами? Я стараюсь на английском смотреть и с английскими субтитрами. Мостр, мы с тобой общались в прошлом году о самой запоминающейся встрече с политиками. Ты сказал, что наиболее произвела тебе общение, когда ты был в Казахстане с переселенцами, да, жертвами переселения сталинских. Вот я хотел спросить, какое у тебя вообще отношение вот к Сталину, да? Какое у тебя отношение к этому человеку? К Сталину? Да. Ну, какое может быть отношение к человеку, который просто, ну, просто уничтожал людей, выселял их из своих домов. Они в дороге умирали от холода, от голода. Когда в поездах, там, не знаю, умерло порядка 50% людей, народами выселял людей, и какое к нему может быть отношение. Я буду его проклинать каждый день, который я живу. И надеюсь, и сейчас ему нелегко, но в аду еще лучше будет. Ну, вся моя надежда, наверное, на это. Он сполна ответит за все, потому что ничто не остается безответным. Монстр, твой папа, отец работал в уголовном розыске. Мы как-то общались с Рафаэлем Физивом, и он мне рассказал самую запоминающуюся историю о работе своего отца операм, как он остановил крупную поставку наркотиков в Бишкек. Вот, ты можешь рассказать самую запоминающую историю, которую тебе, отец из своего опыта, рассказывал о службе в МВД? Он принял эту поставку наркотиков в Ингушетию, которую отец Физива остановил. Да, что обсуждать работу начальника уголовного розыка. Много чего было, наверное, но он не рассказывал. Монстр, последний вопрос. После того, как закончится бой, если дадут интервью, все-таки, хотя в приливах дерутся, там не часто не дают возможности сделать интервью, ты собираешься сделать какой-то вызов кого-то из парней повыше тебя? конечно, собираюсь и сделаю, но для этого мне надо решить вопрос с предстоящей задачей, с моим предстоящим боем, так что не будем загадывать вперед. Я сфокусирован на бой, не люблю забегать наперед и какие-нибудь заранее вызовы делать. Все своим чередом, степ-бай-степ, как говорится. После боя сразу в отель поедете или останешься на арене и посмотришь главный карт Адесанию, Фигуреда и так далее? Да, мне наоборот нравится смотреть по телевизору бои, потому что намного лучше видно и нет никакой суеты в зале. Эти операторы всегда мешают, заслоняют вид. Наверное, поеду сразу в отель, там, не знаю, умоюсь и уже с круассанами, с кексиками, с хорошим чаем буду продолжать смотреть турнир. Сериал может поставлю еще какой-нибудь.